Христос воскрес! Воистину воскрес! Сирентий, я уйду, посмешиваешь. Я через пять минут уйду. Ты понимаешь, что я забыла, что я забыла, что я в ногах правда не знаю. Только скорее вырваться сюда, если я не удивишься здесь. Все со мной не сады. Ну, там тоже правда, о чем сидишь. Здесь, никакие мужчины не решу как. Вот точно. Ты с кошками что-ли? Поднимался. Собака. Теша рассказывала по телевидению. Показывали. Подождите. Трех-пятиллер катался на велосипеде. Собака напала на него. Покусала. А кот его. И их семьи. Мордой. Там убежала. И вот, догоняйте ее. Подогнал собаку. Под хозяина. Показала. С трубой. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе из мертвых. Господи Боже наш. Благослови это собрание. Каждое сердце сияет светом Духа Твоего Святого. Дабы никто не оказался опоздавшим. Но всех доведи до желаемой пристани Царствия Твоего. И введи на веки Твоего. Хвала Тебя Отец. Сын и Святой Дух. Аминь. Проходите, найдите место. Поплотнее туда сядьте. Проходите, кто-нибудь на эту сторону можете. Большие можете туда сесть. Проходите дальше, вы бойтесь. Подальше, поплотнее. Поплотнее. Явно, что надо сесть. Подсоедитесь. Наступило обето. Поехали по гостям. Поехали по дачам. А воскресенья многих нету. Вот вы сейчас кого знаете, просто поднимите руку, кого помянуть надо. Не пришедших, как покойников. Нам скажется, ну не успею я, работаю на работе. А это не касается Бога. Он мог жизни себе не дать. Он дал. Вы посмотрите, вот десять заповедей. Двадцатая глава, книга Исход. На четвертую заповедь сколько дается? Там на остальные столько места не дается. О субботе Бог объясняет. И вол, и корова, и трактор, чтобы все отдыхали. У нас это не понимают. Мы начинаем рассуждать от выгоды. Но я не посею. Где Зоя Шубина сегодня? Вот Зоя Шубина, вы даже не знаете, это феномен. А она среди тех была, на основании которых община была образована. Такие люди, которые пропускают, они уже у дверей стоят. Которые не приходят в субботу, они уже дальше идут. И наконец-то совсем нету. Зоя держится по свадешине. Это чудо Божье. Она там в храм ходит. Или кто-то за нее все время молится, или что. Зоя не была, почему? Я на даче была. Удачи, там родственники приехали. Ну и что, пусть они сидят, ты от службы придешь. А они любят раны есть. Ну и поедят без едя, а они любят блины. Понимаешь? Затем она блины печет, хорошо оказывается-то. Пампушка. Но на суде-то можем что-то спроситься. Я напоминаю, что Израиль... Пошел, хорошо снимай, приближай, какого называй, показывай на того. Правильно снимайте. Израиль знакомился с этими заповедями не на бумаге. Радио не было. Книг не было ни одной. И Моисей сказал, чтите день седьмой. Как они высчитали, когда вообще дней не было? Они жили в Египте. Календаря не было. Видимо, условно было назначено. Или по откровению Божию. У каждого дети. Это сегодня нет. А было многоженство. У Якова четыре жены было. С наложницами. Значит, ребятишек было много. Ни предохранительных, ни аборта, ничего не было. У Якова только сыновей было двенадцать. Конечно, надо было заботиться о детях. Суббота. Не поправился. Говорит, не спопашился в пятницу. Меня спрашивают, что это за слово спопашился? У Льва Толстого, считайте. То есть не успел. Не поторопился. И он пошел собирать дрова. Какие там дрова? В пустыне. Вообще, саксовул какой-то. Кустарник. Засохшая трава. А другие-то не делали это. Его сразу заметили. А задержали. И вот представьте, я мысленно проигрываю эту ситуацию. Его взяли, тащат. Куда тащат это меня? У меня жена, жены там, дети. Сказал Моисея задержать. Сидит там какой-то гул. Что они там держат? У меня квашня подходит у жены. Там уже дети мертвы. Там ночами холодно. Он еще не может понять, что за этим майданом дальше будет. И, наконец, Бог оглашает приговор. Придайте его смерти. Смерти? Своего? Ну, маленько подумайте. Дрова и смерть. Конституция еще не начала работать. А он уже знает. Работает. Уже объявлена была суббота. Он не уби, не убил. Не укради, не укради. Не прерыводейству, не прерыводейству. Он соблюл весь закон. Но одна, четвертая, святая заповедь. Святая суббота была нарушена. И он не копал землю. Ни на даче не отсиживался. Он по нужде пошел собирать. По большой нужде, мы скажем так. А для Бога это ничего не значит. И его убили. И вы знаете, когда убивали, что интересно, почему-то истреблялась вся семья. Жены, дети, шатры, скотина. Все уничтожалось. Мешалось грязью. Но он согрешил один, а хан взял из заклятого. И тоже неведомо. Уничтожит все. И большой холм на металле. И туда теперь учеников воют и показывают. Вот был хан. Он взял из заклятого. Сколько мы берем из заклятого? Ни тебе, ни принадлежащего. Я разговариваю. На пенсию пошла бабушка. А какая у тебя пенсия? Ну так, как у нас у Евгении Дмитриевны. Я никогда не узнаю, какая пенсия. Вот здесь она была здесь. Столик приобрела. А приобрела, которая была здесь организация. Я говорю, уже столик неплохой. А где ты взяла? А зачем вам? А живет у меня на квартире? Живет в этом домике. Но мне тоже надо. А сколько платила? Не узнаю, сколько платила. Почему? Воровка. Ворует у Бога десяти, но не платит. И она понимает, за этим вопросом почему не платишь? Да это не я ее так называю. Бог называет. Вы обкрадывайте меня. За одним вопросом сколько еще скрывается? И побили его камнями. Оставьте всю работу. У нас потерявки для Игоря Барабаша только дается исключение. На десятые праздники, среди недели, когда отмолятся. Бывает шесть дней дождь. И вдруг маленько проветрило, и надо убирать. Урожай пропадает. Но воскресенье никто. Но было, а он попытался. Мы сказали, выходим с лобиками и остановим. Ни трактора не будет, ничего. Да нет, я просто сказал. Он не нарушал. Но мы ему сказали, что за этим последствует. Так это хулиганство какое. Это твои слова. Покажи ревность. Главное, страшное, самое поражение, это не болезни. Болезни это последствия греха. Грех, главное грех, это нарушение. Бог сказал нарушение, да будет предан смерти. Если хорошо работать, бутылки не собирать пустые. Можешь по двадцать четыре часа работать. Нигде заповеди нет меньше работать. Восьмичасовой рабочий день никогда не был. Шестнадцать часов в России крепостные работали. Я не случайно остановил детей. Сегодня, чтобы они послушали немного. Я о субботе потом да скажу. Только не спать. Очень важные слова скажу. Вот эти дети, родители все здесь? Это ваш плод. И вы или придете в рай, или не придете. Все будет зависеть от них. Или они вас будут в рай тянуть или в ад. Очень хорошо запомните. Вот я и дети мои, которых дал мне Господь. Библия так говорит. Я и дети мои не муж дал. Вовремя посуетился. Ни родители, ни красота, ни мрак. А Бог дал. Бог тебе дал. Это не твое. Бог дал. Бог и взял его. Говорит, когда дети погибли. Бог мне дал. У меня было столько сыновей. Три дочери. Все погибли. Я благодарю Бога. Не умирай из-за них. Научи умирать. Сегодня к этому приблизьтесь. Вот поставили фильм. Хиросима. Кто видел его? Он на документальной основе. Наши тех, которые претерпели эту Хиросиму. Они теперь уже пожилые. Там школьники. Играли. В это время разорвалась атомная бомба. И они все рассказывают. И вот в то время японцев нельзя было жалеть. Как немцев выставили с поволочи сюда. Они жили как в резервации. Японцы тоже были в резервации в Америке. Специально отвели район. Там огородили. Ни одного японца никуда. Почему? Война с Японией. Чтобы не было им помощников. В тайге многие люди жили. Но с Японии назревала война. А Сталин приказал всю тайгу везде найти, кто живет и все сжечь. И своих все сожгли. Вообще вообразить даже нельзя. Но мы говорим из истории. И вот одна женщина, она учительница говорит. Я собрала детей в школе. Она знала, это очень опасно. Жалеть врагов. И я сказала, сегодня сброшена атомная бомба, дети. И погибли все. И погибли дети. И я заплакал. Вот дети маленькие, смотря на учительницу, через всю жизнь пронесли сострадание к страдающим. Она не говорила ни про поведение. Не говорила, что Япония пусть победит Америку. Ничего. Она сказала, вы дети, и там дети. Погибли дети. Вы детям своим почаще это рассказываете. Чтобы в них было чувство сострадания. Где-то авария. Погибла, говорит, родители. Там прошла, говорили священника, дети. Расскажите им. Детская слезинка дороже стоит, чем наша. И вместе ставьте. А это могли вы быть. Вы со мной на машине ездите. И у нас была такая вот авария. А могли бы вы здесь быть? Это каждый день аварии-то. Речь идет о миллионах погибших на дорогах. В детях должно быть сострадание. И любовь к врагам. Вот мне задают вопрос. Сергей ушел совсем. В прошлое воскресенье нас не было здесь. И был задан вопрос. Вот, допустим, жена дома с ребятишками. А может одна. И в это время нападают враги. Является муж. Что дальше делать? Гурам Гегешидзе. Грузинский писатель. Я когда сказал, назвал. Они до того удивились, что я его знаю. Это такой писатель, который они все грузины знают. Как вы его знаете-то? Я говорю, в тюрьме сидел, ничего больше не давали. Только эту книжку дали. Я и просчитал ее. Не потому, что я такой широко образован. А мне ничего больше нельзя было считать. Не дают. А он хороший писатель. И он говорит, когда ты ее любил, полюбил какой-то. А она ему отказала. Он ушел в армию. А когда вернулся, она замужем. И он разговаривал с ее теперешним мужем. А муж-то его не знает. И он понял, что пока муж здесь, там где играет, бильярд и прочее. Он в это время к ней сходит. А тот забезокоился, приходит домой. И он пришел и стал приставать к ней. В нем пожелание. Похоть большая была. Он вспомнил, что тогда он ее не достиг. А вот теперь она хоть и чужая жена, но... И в это время явился муж. Он сразу ее оставил и пошел. И в воротах, выходя из калитки, он еще раз обернулся. За этой калиткой он увидел отверстие врата в ад. Увидел мужа, стоящего на крыше с двустволкой. Все, это последний шаг был его. Значит, он тут и скончался. Он его расстрелял сразу. Это другая нация. Спрашивается, а вот у меня муж-христианин напали. Я делаю сравнение, может так или не может. Житие святых это огромный материал. 12 томов Дмитрий Ростовский. Ни одного случая нет. Нет такого случая. А что делать? Противостать. В домеры только не убивать. Ты можешь ударить. Можешь позвонить. Можешь убежать. То есть вариантов много. Не убивать. Не убей, остается заповедь в силе. А как же тогда издевается. Ну в образе ты дома зашло. 20 китайцев стоят все с автоматом. И что ты бросишься? Ну явно что это глупость. И Иоанн Затаус объясняет так. Когда они входили в Египет. И он говорит, царь, она была красивая. Он говорит, ты красивая женщина. И поэтому египтяне очень похотливые. Говорит Иоанн Затаус. Они как жеребцы. Они тебя увидят. Они как мусульмане. За каждой женщиной ржет. Ну ты скажи, что моя сестра. Но слуги увидели, доложили Параону. Необыкновенной красоты женщина. Ее взяли туда. Ну теперь начинает. Вот это Авраам. Он говорит, тебя возьму, если мне будет хорошо. Вроде бы он ее продвинул. На чужую постель отдал. А ему будет теперь хорошо. Ты разбери, что значит хорошо. Затаус говорит, а что он мог сделать? Это могущественная держава Египет. Пришли страшники. Их не меньше полста ходили. И что он мог сделать-то? Он стал молиться. И Бог настал болезнь на весь Парона в двор. Какая болезнь, неизвестно. Но сегодня показывает, когда фильм показывает. Все согнулись вот так. Кашляет. И никому ни до чего нет. И он лежит распластался. Моисеева молитва прошибла. Все НКВД тогдашние. И Верховный Совет и Раду все сшибло. Ему Бог открыл. Это жена. И он стал тогда ему говорить. Как же так? Ты меня подвел-то под монастырь. Это же жена твоя. А сказал сестра. Она мне сестра и есть. Она двоюродная была сестра-то. Ну маленько, как говорится. Одно-то прикрыл. А другое-то проявилось. Я это не случайно рассказываю. Защита какая? Молитва. Молитва. Больше ничего не было. Так это один ли такой случай? Нет, конечно. У Давида восстал его родной сын. Авесолом. Он жен не оставил. Оставил здесь и ушел. Почему Давид за жен не стал заступать? А ничего. Авесолом к ним вошел. Сын. Но это было смертельной ямой для него. И Давид не защищал никого. А сына убили. Но он доверился Богу целиком. И мы знаем это из священописания еще по Ветхому Завету. Ты дома один, на тебя напали. Ну смотри, напал вот такое-то. Ясное дело, можно его, говорит, остановить. Ты можешь скрутить руку. Может даже поврежденный член у него быть там, если знаешь какой прием. Ну Бог это делает. Я говорю, меня останавливали не просто так, здорово, борода, а с ножами. Я кое-что видел в жизни своей-то. И я ни одного движения не сделал. А я занимался и боксом, и маленько к чему-то готовился. Я опустил руки и помолился. И в это время третий подходит. О, борода. Это вы знаете кто? Да он нас тогда спас, когда милиция нас брала. Так они меня до дома провожают. Как доктора Гааза. Это Бог делает так. Он мог тот третий-то не подойти. А у Бога все это вымерло. Бог посмотрел, говорит, на смирение мое и учивал. Смиренно-мудрие. И вот где несчастье какое. Сейчас на Украине показывают. Дети стоят. Ну там я не знаю. Восьмой, десятый класс. Но видно большие так. И их травят против русских. И они вот так вот все подпрыгивают. Все. Ну весь двор огромный. Москаляку на геляку. Москаляку на геляку. То есть русских повешать на ветку. На ветку. Всех русских повешать. Это в детях. Дальше идут жечь. Но в Одессе в это время девочки такие маленькие. Этот коктейль с улыбками, со смехом разливают по бутылкам. Которыми будет сожжено 100-200 человек. Страшно то вот что. Что это дети подрастают. И уже москаляку на геляку. Они дети то еще до конца не понимают. Что за этим есть. Некоторые москаляку то не поймут что такое. Это москвич. Ну так зовут русских. И прыгают, радуются, хохочут москаляку на геляку. То есть русский это враг. Враг внутри тебя. Враг грех. Мир и сатана. Три врага только есть. Мир, сатана и ты сам себе. Вот что я хотел сказать детям. Сострадание в них. Обильность сети ежедневно. Находите примеры. Кое что по радио услышите. Никогда нигде не передавайте детям что-то про мужа. Когда его нет дома. И приедете старайтесь чтобы не было конфликтов. Ребенок это. Он ничего не понимает. Он всю службу стоял. Сарапался сегодня. Молился дома. Видно что не кланяются то. Этот. Здоровая не вижу отрока моего. Вон он где. А этот креслится вот так вот рукой. И видно тоже. Не утомлен домашними молитвами то. Я Тарасе говорю. Я давно хочу сказать. Ну думаю скажи ему. Он ходить не будет в церковь. Сегодня как. Так. А я не пойду. Сразу кандибобером становится. Я думаю не будет этого. Я тебя люблю и говорю. Если крестишься. Истинно прижми к лбу. К чреву. Направо. Точно налево. И поклонись как должно. Не небрежно. Ты не дедушка. Ну у меня все для детей. Остальное могут услышать через дверь. Тихо. 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 Я слышу что там в конце. Тихо. 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 И перечисляются все. И некоторые не перечислились. Там просто Завьяловского. Там несколько, видно, священников было. Мы молились об этом. И Господь, видите, как устроил. Все были довольны. Все это записали. Я уже в интернет почти в тот же день все это выставил. Кто смотрел в интернете это? Не так много, но уже посмотрели. Посмотрите. Вы как будто на концерте там побудете. На богослужении. Еще. Мы готовимся к отъезду. Я говорил Людмиле Степановне, что мы едем, но кто что соберет там из своих доходов, расходов, заначек, кто щедро сеет, щедро и жнет. Кто сомневается, что это на дело Божие, не давайте. Они просто не нужны ваши деньги. Не надо. Только доброход надающего Бог любит, написано. Доброход надающего. И следующее воскресенье будет последнее. А уже во вторник мы уезжаем. Рано утром. Может быть даже до шести. Нужно очень рано нам выехать, чтобы на Сибирске может быть задержка. Так, кому я говорил, кто желал посушить сухарей, тоже можете принести. На этом все. Но мы только берем, отдаем. У меня есть хороший спонсор. Все эти годы один человек. Раньше я ходил по организациям, для детского лагеря просил. Нынешний нигде не хожу. Может, это и плохо. Я тогда давал там материалы, книги. Только один. А я звать Елена. О ней помолиться. Я к ней сходил, и даже не видел через секретаря. И она прислала. Я написал 10 мешков муки. 10 мешков сразу потянули. Гречки. Гречки столько. Дали, что мне хочется сразу сказать, кому нужна гречка. Если не сейчас, то следующее, хотя бы килограмм на 10 мешочки принесите. Поднимите, кому нужна гречка. Поднимите, чтобы я знал, сколько мешков скинуть сразу. Ну, а вы что сидите-то? Я вам сольком мешок дам. 50 килограмм. Сегодня, если кто на машине, здесь не уезжайте. А где у меня Михаил-то? Здесь. Здесь. Миша, позаботься, которые на машинах, с ребятишками, Галя, возьмите. По мешку. Потому что у меня там много. А себе оставить не больше 2-3 мешка. А то я говорю о гречке. Ну, а тебе поехали. Так, все, можешь идти. Настю забери. Поезжайте. То, что там в коридорчике стоит, Миша, тоже можешь вылезти. И гречки, мешок, и вски. Сегодня. Помоги, Господи. Позвони потом как. Он кинолог называется, с собакой. А собака у него, которая с нами едет ураган. Она чемпион России. И сегодня соревновали. Побыл на службе, пошел. Вот так можно делать. Это не работа. Без этого нельзя. Потому что там соревнования только воскресный день. Когда заходили, мне вот записку подали. Вопрос. Из сегодняшнего Евангелия. Кто есть женщина, самарянка? О самарянке много написано у Дмитрия Ростовского. Откуда он это взял? Источников никаких нет. Может быть, благочестивый вымысел. Но так как она была благочестивая женщина, поэтому все может соответствовать действительности. Утверждать, что именно так было, ее звали Фатина. Фатина, то есть Светлана. Это первая Светлана, у кого дочери, сестры Светланы. Откуда это все происходит? Она была благовестницей, ее утопили в колодце. Это уж может так подгоняли, раз у колодца встретилась, потом в дальнейшем ее в колодце утопят. У нее сын, Виктор был, как обратился, ну все, там большое ее житие написано. Я не готовился специально считать, могли бы взять и просчитать. Но это много места займет времени. Она была благовестницей. Ну вот интересно, перевести, это называется событие, переносится экстраполяция событий. Перенести на сегодняшний день. Но если у нас такие вот, у которых было несколько мужей, ну допустим, она та неизвестная, такая, это может быть певица какая-то, Примадонна, у нее все мальчики какие-то. Вот с ней бы встретился Христос. Она обратилась бы или нет? Или что она пошла бы, весь город обратила, там Москву или Сталинград, Волгоград? Не знаю, но эта женщина, она заботилась о других. И она не сказала нам, самарянам, нельзя с вами сообщаться. А она о нем заботится, что он не осквернился в нее. А иудеям-то запрещено с нами знать. И дальше ее слова все направлены к тому, что она знала Писание. Иудеи говорят на горе там, а наши говорят здесь. А где правильно? Да какая же она молодец. Бог есть дух. Ищет поклонников духи истины. Православное не знать, православное везде, тут икона, тут мощь, тут проспорка, вода. Я не против. Но мы все везде связаны, привязаны. Вот у батюшки наручников нет, поручни называется-то. Он будет стоять. Вот у нас были священники, я говорю, батюшки, вот вы маленько воображение-то развивайте свое. Но вообразите вы в первом веке. И надо идти куда? Как куда? Во весь мир идите на караи от земли. И ты приходишь, храма нет, прихожан ни одного нету, креста у тебя никакого тут такого с цепочками-то не повешено, поручи нет, риза, ничего нету. Да вы все сидите, вы пугалом огородным будете, трухой набитым стоять. Вы же ничего не можете делать-то. Да еще власть что-то поддерживала, да еще финансировали. Муку новую давать. Старая, которая там. Кому этой? Дроботан. Дроботан. Я к тем еще добавил один новый. У меня батарейка вовремя села. Сейчас я к началу запрещала, дала сигнал. Хорошо. А мне что слышать-то? Я услышу. Эта самарянка, она разговаривала с Господом, как с учителем. И что интересно, Господь вот, это дело не в переводчиках. Ты пять их имела, и это те. Кого имела? Мужчин имела, но не мужей. Они не могли быть мужем. И этот тебе, и этот тебе, и это. То есть и те были не мужья. А впереди, говорится, как будто имела пять мужей. Она имела пять сожителей. Но Писание показало, что они назывались в народе мужьями. И сказал все. Да что сказал-то? Она тайну делала. Потому что нигде такой тайны нет, как в вопросах интимных. Прийти в потемках, уйти, пока не расцветало. А люди-то все равно знали, что она не такая, как все. Иоанн Затаус говорит, и она пришла за водой, когда все остальные воды уже набрали. Она была одна. Почему? Среди дня за водой идти, по жаре, это надо где-то в прохладе идти. Иоанн Затаус подробно это все изъясняет. И Господь ей на болевую точку как раз и надавил. Он знает ее биографию. Позови сюда мужа. Кого звать-то, когда нет его? Но он знал, что на этот крючок она клюнет. Вот как, говорит, ты подобрал ключик к сердцу, а само собой подойдет. Даже ты не знаешь, и это слово вдруг из себя выйдет. Ты даже не знаешь. И получилось так, что незамужняя, неблагочестивый образ жизни. И дала нам целую главу в Евангелии. Одну из самых духомосных глав. Она заботилась о правильном молении. Она страдала душевно, она мучилась. Это видно из-за того, а где? Она в первую очередь задала бы какой-то другой вопрос. И она про Иакова начала рассказывать, и что скот пил. Она все знает. И Господь как переначивает? Воды живой-то. Не я буду просить у тебя, а ты у меня. И об этой живой воде православные-то практически не знают сегодня. А вот эта вода, вот ты посмотри, весь город толпится на крещение. За какой водой? Не об этом наш Господь сказал. Сказал Он о Духе Святом. Кто жаждет, иди ко мне и пей. 7 глава, 37 стих Евангелия от Иоанна. И Горсия сказал о Духе Святом, которого имели принять верующим. А как его пить? Открыть сердце свое на пол, и тыщи рева, потекут реки воды живой. Реки. Я хотел молчать, но не мог. Внутри меня был как бы разлитый огонь. Я немножко на вопрос ответил. Далее. Мы не знаем свой маршрут. Наш маршрут перерубила Украина. Нас просят заехать в Воронеж. В прошлом году ставка была в Ростовской области, город Шахты. Там ему руку, когда это, пилой подпилило. Надо было увидеть, мы договорились. А теперь опускаться вниз, если бы... Там хорошо было через Украину. Нашелся человек, который начал искать через дорожную службу. Есть люди, которые говорят, может, через президента Турченинова, Александра, который у них временно исполняющий обязанности. То есть, зная, показать, я дал ссылки, какие могут дать сопровождение. Группа автоматчиков на машине вас через Украину провести. Ему отвечают, да всех перебьют. Там самолеты сбивают, вертолеты. БТР сжигают. На одной стороне там два лагеря. Через один пройдете, а другой-то вас, тем более, скажут, вы у них были, вас пропустили, вы враг к стенке. Женщина одна говорит, на днях я ездила к дочери, на границе меня остановили, машину оставьте, вот такси, поезжай дальше. А обратно проехало все, что больше на Геваши не было. Москаляку, на Геляку. А я приехал там к дочери или что. Закон. От 16 до 60 лет ни одного мужчину, русского, Москаляку, не запускать в Украину. И проехать невозможно. Нам стали говорить, проехать через Белоруссию, и тем боком, среди этих бендеровцев, которые называют, проехать. Там можно, там спокойная обстановка. Другие говорят, нет, неспокойная. Киев не руководит уже ничем. Там целые банды гуляют, как в 1612 году по России. Нужно подниматься в Польшу, а Польша в шенгенской зоне, а у нас шенген только с 5 числа, я его открываю, уже начинают 30 дней отпущенных мне съедать, а мне Польша не нужна. Я захорону в Германию, она не нужна. Теперь из этой зоны выхожу, нужно на Сербию, Югославию, иду к Румынии, Болгарию и Греции, пока добираясь, два дня у меня пропало, они у меня минуты сочтены. Я все время только думаю, и все подсказывают, там какие дороги параллельные, идут через Югославию, через Сербию, где лучше. Я ничего не знаю, минутку опять на молитву. И вдруг выходит, кто? Марина, Куемчиди, Плотникова, и говорит, дядя Игнатий, я узнала, дорога здесь есть такая, которая минует Украину. Какая? Через Турцию. А я в Турцию смотрел не раз. Но я думал, как по морю проехать. Турция, мусульманская страна, визы у нас на нее нет. Она говорит, визы там не требуются. Она стала объяснять. И надо только через Северную Осетию, самое главное, Северную Осетию, и сразу где-то поворот там дали название, через Грузию и сразу заходишь в Турцию. И как пошли на меня, люди, которые меня, они не видят мою переписку, они не видят. Еще один из Греции, а почему вам не поехать через Турцию? Там, правда, автоматчиков много, на мостах везде стоят. Но они на паломников не смотрят. Они смотрят на тех курды, которые там, ну, как бы не подчиняются высшей власти-то. А вас они как раз и охраняют, чтобы было спокойно. И теперь путь наш изменился. Мы сразу уходим, куда надо. На этой неделе машина была, сестры были, братья. Мы загрузили и отправили 3700 килограмм. А так, 504, примерно, пачки. Ну, умножьте на 8. На 8 книг. Каждой пачке там в среднем 8 книг. Ну, считайте. Если 500, 5,8, 40, 4 тысячи. 4 тысячи, а у нас каждый том по тысяче. Это выходит, 4 тома, мы только сдвинули, сразу отдаем. отправили благополучно. С ним уже связали с тех, кто корректирует нас из других городов. И он теперь поедет, ему уже другие люди уже звонят. И там приготовили нам место Калужская область. Представили снимки. Специально один человек, который нам помогал. В прошлом году я говорил, один человек сам напросился и сразу 100 тысяч выслал. когда мне по 5 тысяч дали. Сколько надо? Не хватало 100 тысяч, он тут же обыслал. И при том, он ничего про нас не знал. Мы с ним не виделись. И нынче он за тысячи километров с Калининграда, это Дмитрий, проехал туда в Калугу, знакомому, и большой контейнер, по 12 с лишним метров, морской контейнер какой-то, все оборудовали, провели итог. Я говорю, крючки бы надо, а мы уже все сделали, где вам что-то там повесить надо. Второй этаж хозяина дает, только чтобы спать вам там было. Понимаете? Это все сделано по благословению. И уже ждут, и собака рядом у них, да у нас своя собака рядом. И как раз в сельской местности, это районный, видно, центр, ну, просто замечательно. Никаких поворотов, поворотов там нету. В любое время можем мы заходить. Значит, путь наш открыт. Но у нас одно но есть, которое на этой неделе должно разрешиться. Паспорта там издали, они ушли в консульство Великобритании, в Москве, а назад-то их нет, паспортов-то. У нас вообще сейчас ничего нету. И мы никуда не сможем выехать, если не будет. Но поэтому нам нужно вовремя выехать, там перехватить. Если они не высуяли, мы едем на Москву, не теряем. Или здесь скажут, они в пути уже придется в Новосибирске подождать. Тогда везде мы путь сократим. Везде. Мы должны пятого пересечь границу. Очень сильно работают по встрече с нами Англия. Франция зашевелилась. Финляндия. Я говорил вам, самое удивительное то, что сделали запрос в патриархию московскую, они дали добро на встречу со мной. Я говорю, уж это ошиблись, наверное. Нет, реально. Я не понимаю, как это. Это Бог только так мог сделать. И они уже все, сколько стоит и как. Я говорю, доченька, какой там гостиница, какая гостиница, когда перевозить паром. Я им толкнул, да вы же сами были на этом, как оно называется, на флоте служили. Неужели вы не знаете, что опасность машины. И сегодня прислали правило. Машины погружают в люк вниз. И туда никто не попадает. Ни заправлять, ни ремонтировать, ничего нельзя. А поэтому каждому надо, чтобы гостиница была там где вверху. И я говорю, ну какое подешевле. Дешевый уже разобрат, и вам самая дорогая. И уже там игумен, один сегр, берем расходы, поможем. Это сегодня утром я получил сведения. Люди, которые нас не знают. Я когда посмотрел, какую сумму платить за переезд, ну если это только реально, как они говорят, а нам делать 4 морских перехода будет, это по воде, то под 100 с лишним тысяч у нас уйдет только на морские пути. Поэтому, я еще раз говорю, кто щедро сеет, щедро жнет. вот мы уезжаем, а вы останетесь и будете думать, куда же деньги теперь нам девать. Так, так сегодня это можете передать. Это у нас все под контролем. В Финляндии, так как с Норвегии, там переплывать, где-то там вокруг обходить 1570 километров, если не морем, 1570. А стоимость одного литра полтора евро. Ну еще получится. А здесь вы сядете вечером, переплывете, мы тут вас встречаем в Турку и сразу в Хельсинки, а тут уже встреча назначена. то есть нас там ждут. Каждый день переписка. На этой неделе я опять связался за свое старое взялся. У меня 4 тома моих стихов не опубликованные. Я вчера, говорю, осенью сходил, ну сколько там, год-то еще не прошел осенью. Она подсчитала, ну издать невозможно, я сказал. Это 364 тысячи за один том. А их 4 тома. Ну нож быстренько-то, это понятно, что какая сумма-то. Но я еще не знал, какая впереди беда. За это время, неполный год, у них стоимость издания повысилась в 4 раза. То есть одна вот такая книга, которая лежит там, Мария, подними, покажи. Вот такую книгу сегодня. Только на печатание полторы тысячи. На половину, в 2 раза увеличивает стоимость того, кто печатал. То есть каждая книжка 3 тысячи. Ну ясное дело, что это сумасшествие, этого не сделать и не издать. Но попытка была. Я говорю, а за счет чего такая стоимость? Ну я подумал, тысячу нельзя экземпляр, ну хотя бы 100. А 100 значит быстро возрастает стоимость книги. Чем больше тираж, тем дешевле один экземпляр. Ну и она сказала, главное, тот, который пластин, там оцифровка какая-то. И я вызвал, узнал, кто это человек, где он есть и пошел на встречу с ним. Взял свой аппарат, вот, у меня прошла. Я поговорил, он говорит, нет, это у вас золотая книга будет. Это невозможно. Да и он меня первый раз видит. Ну я ему одну книгу оставил, для слова Божия нету, познакомился, визитку, и пока на этом все. То есть вызвонил, где стоимость можно принизить, это невозможно. Это не, даже 100 экземпляров, а я знаю, что это нужные книги. Мы только отправили, я сразу начал комплектовать на следующий год, которого у меня будет последний заход и уже не хватает. Еще раз проверьте, у кого хранятся мои книги. Я отдавал на сохранение, на сбережение. Но у кого-то есть. Понимаете, вот два тома, я поясню. 15-й и 16-й. В 15-м томе вы все попали туда, вы писали, как вы к Богу пришли, как в собрание пришли. Но так как Галина Николаевна, где она у меня? Вот она. Вот она. А она распоряжается книгами. У тебя дома не хранится наших книг. Они выходили там к драмтеатру. И вот, видимо, эту книгу, так как, ага, про меня написано, видимо, кто-то брал здесь и свои могли брать, дарить, покупать. 15-го дома вообще нету. А 16-й, в котором там 14 обращений писали, в основном люди, которые не нашего круга, ну как они обратились, на занятия ходили. 16-й том в преизбытке. А они рядом. Они не могли такой разрыв иметь. Там 16-го тома 160 книг. здесь ни одной. А они рядом. И по одной тематике я стал думать, высчитывать, почему именно 17-й целиком, 18-й больше 100. Ну, то есть, нормально, на один год мне хватит, на следующий год. Внутри России, там области около Москвы-то остались неохваченные. Еще раз посмотрите. Кто-то ко мне подходил. Кто не знает, их нет сейчас, они этот повез. дробот Андрей. Так, минутку, иди-ка маленько, скажи, я посмотрю, уехали или нет они. Уехали или нет дроботов? Уехали. Уехали. А, уехали. Все. Хотел что-то еще дать. Как получилось так, не знаю, надо найти. 29-й, 30-й том, меньше всего должны были быть потрачены. Их вообще нигде нет. Они у меня стояли при самом ходе, где я хранил на складе. Первые были. У меня ни одной книги нет. А они самые последние, те-то уже на исходе. Потому что я же не комплектами, а кому приходят, мне пятые. Один говорит, вместе в пони семь штук пришлите. То есть мы работали. Нету. Я еще попал, а думаю уже. А у Дубиновых нет? Не хранятся? Нету. Нету. Я ездил сам, перебрал по одной книжке. Нету. Нету. У нас в избытке есть то, что мы переиздавали. Переиздавали к истинному православию после тысячи экземпляров, потом три. То есть это у нас много. И Новый Завет. После тысячи мы издали два, две тысячи издали. Нету. Ко всем обращаюсь, нигде нету. Опускаю руки. Много книг исчезло. Совсем. Их нет нигде. Ну, вот которые шестнадцатые и пятнадцатые. Тут еще можно какое-то объяснение дать. Но там я вообще объяснение никакого. А в Потеряевку вы не отправляли? Нету. Там все пересчитали. До одной книги. У кого? Все пересчитано. Потеряевку, что батюшка инициировал это, что в одном месте, чтобы не погибли, мало ли, воровство, пожары. Ну, всегда надо на несколько станов разбивать. Я разбивал примерно на семь мест. Я всегда так делал. И поэтому кое-что сохранялось. КГБ-4 заначки нашли, а три остались. Из них мы теперь оцифровали златоуста, жития и прочее. Так. Я говорю о своих личных впечатлениях, а вы можете из них что-то взять. Я когда стою все время в коридоре здесь, и мимо меня проходят опоздавшие. Ну, я бывает и не опоздавшие, с детьми занимались где-то. Вот когда проходят дети, ну, которые здесь, просто стоит человек тут общая. А это отдельно. И как они проходят, эти люди, я гляжу. Я много с людьми общаюсь. Это надо видеть. И никто это ни разу не заснял. Я сегодня только подумал. Это образец скротости, смирения, послушания. Я думаю, это все такие они дома с мужьями. Это вообще золото. Как они скромно опустят голову. Как у них глаза, как они шагают, как одеты. Картюнки. И дети, и взрослые. До глубины души меня тронуло это. Когда пройдут, они становятся. Они обыкновенные наши. А когда они в движении, и вот как они выглядят, идолы, опущенные глаза, это вообще. Это надо кому-то дать задание, снять для истории. У меня знакомый игумен. И он, конечно, раз он монах, он все время проповедует о том, что хорошо, когда монашество примут. Библия нам не говорит о монашестве ни одного слова. Но о том, что лучше одному, это для Бога, это, конечно, лучше. Замужняя заботится, как угодить мужу. А я добавлю, никогда ты ему не угодишь. Женатый заботится, как угодить жене. В скобках ставь, и никогда ты ей не угодишь. А ни женатый, ни замужний заботится, как угодить Богу. И он говорит у нас все время о монашестве. И вот недавно я подбил итог. Молодых там много. Город Москва. 15 незамужних девушек. Они приблизились там, кто к монастырю, кто куда, другие так остались. А когда они замуж не выходят, дальше 25-30, это у Крылова написано, дальше она начинает метаться за любого инвалида, куда угодно она. За нерусского и русского. Поэтому он говорит, я вижу, у нее нормальная обстановка. Нормальная, когда это добровольно. Для Бога. Ты каждый год будешь радоваться, а мне уже 30. Дальше огонь прогорает. Я удержусь. Я одна для Бога. У кого ребятишки, поводиться с больным, на похороны. Ну то есть у тебя поприще громаднейшее. Вот этому надо научить. А выйдешь, не выйдешь замуж, это на втором месте, не на первом. Женишься, не женишься. Вот здесь вот главное это. Не так, чтобы когда пришло время, уже, ну видишь, что красота, гаснет силу, уходит. Теперь куда попало? Голова усуют. Ну это беда просто уже. Это надо было бы во время выдать. Не крутился бы, не вертелся. А ребятишек полногоренько ребят. Все на лавочках сидят, кашу с масочкой едят. Вот меня об этом спрашивают. мусульманке, я в ней столько нахожу хорошего. Она с чем-то напоминает людей, она с чем-то напоминает людей, которые до конца все не познали. Но душа прям пламенеет, трепещет. И она пойдет благовествовать по всему миру. Вот о Марии Магдалине много говорят, а о самарянке мало. А она и ничем не вступает, она такая же была. Притом она самарянка. Это образец для язычников очень характерный. Посмотрите и поисследуйте просто потому, что в Евангелии написано. И она, вот Господь говорит, поднимите глаза ваши. Обычно как говорят? Ну еще подниму глаза, еще я увижу. А вы увидите жад, жадпа поспела. Вы говорите 4 месяца, а я говорю, уже поспела. И он видит корабли, которые с пшеницей плывут к нему. Ян Златоус говорит. Самаряне, которые идут. Обычно так. И сеющий, поливающий, ничто, все Бог возвращающий. Эту празу многократно мы повторяем. А здесь говорит, и сеющий, жнущий получает награду. Вот как раз в этом месте и говорится, сеющий, не опускай руки. Ты посеял, а никто не обратился. Награда твоя велика. Перед Богом. И тут написано, получает награду. Он ей много откровений дал. Из этих речей у сектантов, у всех написано, Бог есть Дух. Везде у них было. Везде. В каждом молитвенном доме. И это мы получили от Самарянки. А ее даже звать некоторые не знают как. Вот воображение, что дает. Вот, допустим, сосед затопил баню. Я услышал дым. Я сразу выскочил. Не горит ли у меня что? Ну, хорошо ли я сделал, что выскочил? Да ничего не горит. Ты там воображаешь. С другой стороны сосед затопил и прям дымом задушил. А я опять вышел, на лестницу зашел, кверху поднялся, баня топится. А другой раз он разжег прямо рядом. Пришлось пожарку вызывать. Ну, хорошо или не хорошо, что беспокоюсь так? Хорошо. Ну, а когда в теле жар, у нас заболела одна сестра. И заболела болезнью. Ну, я в интернет сунулся, посмотрел. И она как будто бы инфекционным путем переносится. Там написано капельным, воздушным даже. Вот. И какие признаки? Я сразу проверил себя, потому что с этой сестрой я не имел общения, но она что-то приносила очень добродетельно. Ну, я не понимаю. Я говорю, а вот это, что она приносила, через это не может быть. И вдруг вижу, у меня пятнышки на руке вот здесь вот красные. А там написано, какие они, через сколько. Ну, дождался своего духовника, Виктора Андреевича, врача. Посмотри на него. Называй, кого называют, показывают. И я ему вчера показываю. Он говорит, да нет, это где-то хворост таскал. Я тогда только вспомнил. Я был в Потеряевке. Ну, и поехал после службы в Барабаша. А в это время Алла вышла, и меня крикнуло, ну, мне только притормозить, но я с годами-то не сообразуюсь. Я решил притормозить одновременно повернуть. А в руке в одно что-то держишь. Одной рукой руль-то не удержишь. Руль-то подвернулся, и я как хлопнулся об землю-то и по пыли пополз. Я весь в пыли, скрылся в пыли-то. Ай-яй-яй закричали. Но главное, я руку-то не сломал. Я как упал, это рукой-то я не ходил, не сарапал. Кого не сарапал? Я сарапнулся об землю. Земной шар содрогнулся, наверное. Как ударился, и ничего не сломал, ничего. Значит, воображение, ну, от я зря беспокоился. Лучше не зря, чем заболеть и быть заразным, и не знать этого, не смотреть. Я к тому говорю, что для себя что-то отсюда, чтобы взяли. У нас там, где хранится мука и прочее, под стол, просьба, ничего не ставьте. Я вытащил оттуда банки, помогите их там все замотать, они там, где книги. Под столом что стоит, это трамплин для мышей. Хотя у нас железная, она там поднимается как-то, опущенная и прочее, чтобы они не залезли. Оказалось, мышка залазила все-таки, мы нашли следы ее. Ну, совсем немного. Ничего туда не тащите. Это, ну, не барахолка какая-то приходит. Но не нужно нам это. Совершенно не нужно. Тем более, бывают вещи поношенные. Ничего сюда не носить. А если хорошее, значит, найти сразу где-нибудь там отдать. Мне сказали, что мы должны высчитать, где мы будем. Когда мы будем в Италии, когда в Англии подъехать, где-то в Финляндии. Ну, нельзя рассчитать. Во-первых, авария может быть какая-то. Может быть, ну, это сколько? Тысяч километров-то? Ну, никак. Каждый день спрашивают, ну, хоть примерно какие-то. Ну, Финляндия, я говорю, с 25 по 30. Почему? Потому что они должны платить предоплату. Мы приедем, а там, значит, мы где-то занесены. А остатки они тогда доплатят, когда мы сядем. А если нас не было, ну, как предоплата? Пропало, и все. Видите, я попадаю в такие условия, где никогда не был. Такого не знаю, не знаю. Помолиться, чтобы как-то... Я бунтую. Прямо бунтую, чувствую за собой. Я говорю, да мы не нуждаемся в этой, в вашей гостинице. Да никто вас спрашивать не будет. Вот именно. Вы обязаны. Это правило. Я иногда выписываю правило мне. Какие люди-то добрые-то, русские. В одном месте Андрея Вангрия, а здесь Валерия. И связываются со священниками, там, вплоть до митрополита. Я не привык к этому. Вдруг гостиница. Еще там буду делать гостиницы. Гостевать. Ну, а как собака теперь куда? 12 часов собаки-то. Как? Вот. Надо все обдумать. Гостиница для собаки. Ну, не знаю, как это. На этой неделе... Задайте вопрос. Поясняю. То есть молиться, чтобы я не забунтовал, чтобы между нами был полное согласие, мир и любовь. Мы ехали... Да. Я за собой оставляю право. Городи здесь езжают. За собой право. Я вперед пробегу, узнаю, не топкали, чтобы нам не увязнуть, не застрять. Ну, чтобы это как-то я делал так, не принуждая шофера, а чтобы добровольно было. Потому что, не дай бог, застрять и не вылезти. Это амба. Нам нельзя так быть неосторожными. На этой неделе приходили электрики. Я говорил, назначено на какое время. Все запломбировали. 110 киловатт, это уже как бы не наше считается. Так. Ничего там никогда не трогайте, руками не задевайте. Пломба сорвана, это значит неприятность. А они вон, где живут на Красноармейске, я пешком туда ходил, к ним. Просто ничего не задевайте, не включайте ничего. Они опломбировали второй, который там был на трехфазных, хотя трехфазных там и нет. Каких-то людей к нам посылают по электричеству, но до того добрые люди. Прям такой разговор, это все дальше мы. Ну, Господь так делает. Вот Андрей опять ушел. Кто с Андреем-то связан? Сергей, Сергей тоже нет. И Сергей ушел, его патронаж. Они же уехали, повезли. Он оказывается подшипниками, торгует-то. И он сказал, что подшипники, если Николай, созвонись с ним, пожалуйста, и как-то. И сколько каких подшипников? Он сказал, даст. Привезет он сам. Ну, на колю. А да, даст. Привезет. Что там? Привезет он сам. Привезет. Надо, чтобы, ну, в запасе было где-то. Вот как будто основной я все вам выложил. Сейчас будете выходить с Михаилом, там себе возьмите. Батюшка уехал в поездки. Не знаем, как будет. Сейчас интересно в интернете исследования идут. Америка официально заявила. Официально. Из-за Украины третью мировую войну начинать не будем. То есть они как будто бы за пультом управления решают, когда начинать войну мировую. Мировую, в пожаре, которая минимум два с половиной миллиарда сгорит. И они так рассуждают легко. Значит, вы все время живя мирно, просите Бога. Украина перекинется к нам. Это все об этом пророчат. Чтобы Бог умудрил. Правителей надо не ругать, а молиться. Как о патриархате. А из патриархии у него по внешнецерковным отношениям Алфеев, митрополит. Иларион. Очень активный такой. Он полетел на Украину, там какого-то Иринея отпразднуют, там 75 лет ему. Его там заблокировали, говорит, вот такой, как тюремная. И он в этом сидел один, а там будто бы украинские попы там что-то показывали. И он посидел, посидел, сколько там часов, и развернули, оглобили и назад. Митрополита без всякого груза одного помолиться и не пустили. Видите, как Бог делает? Нам путь-то указал. А в митрополите все, молись, Бог покажет путь, где мы виноваты. Я во всем этом, что происходит в мире, должен найти свое место. Как я виноват? Мои предки, мои родители. Вот они, бандеровцы такие. Ругать проще всего. А кто устроил этот геноцид? Кто отобрал землю? Я недавно один фильм смотрел, его уже убивают, он там, где бандеровцы-то, и он говорит, я ненавижу вас, староста. А он убивает. Ненавижу. У меня было поле, у меня все росло, сейчас один бурьян растет. Вы изверги, вы погубили жизнь нашу. Ну, расстреливают дождь, расстреливают там насилы. Мы виноваты. Но я не виноват перед ними, потому что мы были с добром. Но надо это помнить. И их не судить. А молиться научиться и плакать. Господи, как тебе угодно устроить эту жизнь, чтобы люди познали тебя. Вот вы знаете, я неоднократно упоминаю, Квачков, полковник, Владимир Васильевич, и второй Хабаров Леонид. Они готовили якобы мятеж в России свергнуть Путина и прочее. Ну, это по печати. Их обоих судили, одному дали 12 лет, другому 4. Это полковники оба, это герои войны и прочее. Я ничего не опровергаю, только говорю, надо молиться о них, чтобы их там, в этих трудных обстоятельствах Бог обракил. Они страдают-то не за Христа, но они оба хорошие люди. Они старались для людей сделать лучше. Надо научиться вот это сострадание в самих себе вызвать потом в детях. А этому уже 60 с лишним лет-то явно 14 лет накрутили, это ему смертный приговор Квачкову-то. Ну, ему-то есть о чем задуматься-то. Военный, значит, на его руках не могло, чтобы не было крови никогда. И тот, и другой, они увешаны орденами, воевали, там убивали. Вот оно все и приходит где-то. Взявший меч от меча погибнет. У меня сообщение в Германии моя племянница, тоже Надежда Лапкина. Родился ребенок. Мы приедем там, может, на Кристина. Вот так. Ну, у меня все, вопросы какие. Видите, неделя у нас была довольно-таки интересная. Сами ездили, груз отправили, встречи такие были, открылся путь, маршрут высветился внезапно. Что нужно решить? Да вот сегодня опять, уже который раз, сегодня опять утром понадобился бинт. Ну, там случилось, у сестры там палец. Вот. И опять аптечку не можем найти. У нас была ответственная Любовь Николаевна. Я уже несколько раз спрашивала, куда вы кому-то перепоручили, куда-то положили. Где крестик? Я ищу крестик. Обычно бывает крестик на коробочке. Ничего такого нету. Так, Виктор Андреевич, как это дело сделать? Ну, самое главное, у нас врачей хватает. Профессионал. Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. Подключись к этому делу. Распроси, что нужно сделать? Виктор Андреевич проверил аптечку, у нас все наполнили, для дороги у нас все, хотя мы ни разу не пользуемся. У нас все благополучно. Я в детской, крестик, всем было, причем в детской, в детской тут нельзя заходить. Здесь где-то должна быть аптечка. И доступно для всем, чтобы издалека видно было ее. Чтобы каждый знал. Потому что сегодня так, а завтра по-другому. У кого-то может серьезная быть травма. А вот мы побежали, вот какие мы христиане. У нас не получается никак. Миша, как-то надо сделать. Электричество туда, кабель какой-то протяните. Подумайте. Мы натащили туда много. Это вот все, можно место, наверное, заложить. Лежала на улице, тут пришел Сережа, Володя был, и мы втроем все подняли туда. Она легкая такая. Я спрошу. Вы Отче наш сегодня читали, я не слышал. Да. Читали. И везде вы говорили, ибо Твоей царство, и сила, и слава. Всегда говорили. Я просто эти слова говорила на тихо. А вы знаете, послушайте внимательно. Вот часто читают Отче наш, и дома даже. Избавь нас от лукавого. Вот точка. То есть, вся эта молитва просьбы. Это на первой ступени молитва. Вторая молитва. Это словословие мгновенно переходит через ступень. Ибо Твое есть царство, сила и слава. Нету ни благодарения, Это третья высочайшая ангельская ступень. И как это можно было выбросить? Мне вот спрашивают священники, прода-епископа, а кто вам это открыл? Да тут же все открытым текстом. И все время дома учатся, и в молитвословии, доходят до этого везде, и дальше конец. А как? Батюшки приватизировали себе слово. Священник может говорить, А он приватизирует эти слова и добавляет туда. Добавляет, Бог говорит, лжец ты. Не добавляет, чтобы он не оказался лжецом. Ибо Твое есть царство, и сила, Отца и Сына Святого Духа. Это Ари их перепугал. Две тысячи лет не опомнится. Игорь 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 Игорьевич, я должен привести извинения свои, потому что сестры, это говорит о том, что не все спят на молитве, но слушают, о чем речь идет, что читается. Вот сестра заметила, что один или два раза я пропустил. Почему пропустил? Причина какая? Никакая, вот тут не хватило. Прошу прощения. Почему он тебя не отдернул? Он не рядом, он стоял с глухонемыми. Ни одного брата не было? Не было. Ну тогда сходят. Ибо твое есть царство и сила, и слава. И вот мы едем по благословению. А кто вас благословил? Спрашивают в Англии, везде. Я тогда показываю митрополита Виталия Грамма. То есть здесь отсюда поедем. Батюшка попросил заехать в Кифтихию воск отвезти. У нас ни один епископ благословлял, и священники. Ну ничего, мы не для себя из Франции, говорят. Это просто люди православные такие. Ну Бог благословил, что тебе еще надо-то? Я у тебя ничего не прошу. Я принос тебе великие дары. А вот батюшка благословил, ходи батюшка благословил, ничего за этим нет. Все нормально тогда. Особенно которые в церковь не ходят и не знают, а прикрылись батюшкой. Вы будьте не такими. Очень хорошо об этом сказал Феофан Затворник. Если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, то что утверждено будет на небесах? Во свете Библии смотрите. И там ищите. И благословение священника должно быть только соответственно тому, что в Библии написано. А все остальное от Анафемы будет. Если он или ангелы не то будут говорить. Просто я с вами говорю, как с самим собою. Потому что еще воскресенье, и мы уезжаем, и один Бог знает, что будет. Нам нужна будет постоянная помощь. Днем и ночью вы распределите, вот как Псалтыр читает. Чтобы помнили, вы находитесь с нами, мы едем с величайшей миссией. Вот когда открыли через Турцию, а я сейчас узнаю, а можно не заехать их в столицу Анкару попутно. У нас время есть еще. То есть вполне может быть. Ответа пока нет, но Азербайджан открыл дверь, Чечня открыла. Почему нет? Тем более за Турцией числится столько, которые там православные были, там соборы. Перечисляют где вообще это. Если бы там крепко работали православные, там вся бы Турция была православная. Вопросы ко мне. Ангела Беши. Ничего помню, то я сказал. Игнат Тихонович, по паспортам вопрос. Вы в Новосибирске сдали и при вас отправили? Ну как при нас? Она при нас заложила в коробке, большая коробка вот такая, и там подряд кто обращался. И все это отправляют в Москву. Ну, дальше я ничего не избил, дальше мы устали, вышли, наше время кончилось, нас просят там часовой. Игнат Тихонович, вот такие важные документы отправляют заказным. Нет, это нет, это визовый центр, никто не отправляет заказным. Не отправляют. Никогда, не здесь, нигде. Я ей отдал. Все. Мы нам дали бумагу, что они приняли паспорт. Бумага, с подписью. Расписка у вас. Расписка. Может наручный везти, только расписку привезти. Так, я хотел бы еще спросить. В прошлый раз я показал бумагу, говорю, вот шофер поехал, ему нужна бумага, что такому-то, такому-то, Селиванову, Алексею Ивановичу, я машина номер такой-то, вольво там, прицеп такой-то, номер такой-то. Я доверяю везти книги с Барнаула и на бланке нашем, и печать поставил зарегистрированную. И кто-то сказал, да это все пильки на грамоту, это вроде какая бумага. Кто сказал это? Это не пильки на грамоту. Мы поехали, и нам здесь сделали такой же, на таможнях, везде, где мы были, везде только посмотрели, а другой разговор, так, открывайтесь. Все. Это документ. Вверху написано, мы зарегистрированного дела юстиции, мы имеем юридическое право ставить печати. Поэтому я давал такие сопроводительные бумаги, у меня уезжали, а потом приезжали, тоже, Алексей Сисков, там столько благодарности, меня, говорит, остановили, да там печать рассматривают, а вы там потеряете, по случайно не знаете. Так я оттуда и еду, он, скорченный. У, что вы, мы знаем, и прочее. В школу, когда я давал характеристики детям, так они извертят, говорит, со всех сторон печать осматривают. Детям надо работать в школе, а у нас если работает, я даю справку, что они работали в лагере. Чем занимались? Носили воду, в огороде поливали, прочее. И в школах им не надо отрабатывать. Это юридическую силу имеет наш документ. Аллилуйя. Слава Богу. А то я слышал, кто-то сказал, может я не расслышал. Я высказывал предположение, что силу не такую имеет, как нотариальная. Нотариально здесь никакой не нужно. Справка с печатью. И при том, у меня одна помогала, ее выдвигают на какое-то соискание премии. А я в это время залез в баню трубу чистить. И вдруг звонок, и мне говорят, секретарь той организации, и говорят, а вы не могли бы написать благодарность, что вам каждый год помогают? Я говорю, ну я все там сажен, слез, сейчас. Я тут дал сигнал, написали, и все отнесли. И благодарность уже и мне была. Это меценатия столетия, которые нам помогали. Это такое звание дают, там выдают диплом. Я пришел, там документ уже висит. Так что мы должны быть очень благодарны. Мне вот помогли, привезли. А я на следующий день пешком пошел туда, написал благодарность подробно. Как мы о вас молимся, какой у нас лозунг в лагере. И все это пошел, отдал, ну и книгу подарил. И прочее. Пешком пошел сам, только для благодарности. Потому что это очень важно. Не потому что я еще приду на следующий год. Но это требует справедливости. Незнакомому человеку, сегодня я даю там и гречка, и растительное масло, привезли, и рожки. Кому нужен даже этот вермишель могу дать. Муки пополам там в мешок могу еще разрезать. Насчет гречки проще всего. Захватить их. Дубунов, кто письмо отдаст? Кто-нибудь может? Никому? Рядом никого нет? Кто-то стоит здесь, когда-то будут. Ну, Игоря-то нету. Так, вот здесь вот лежат эти наши визитки. Не визитки, ну да, про это. Берите, пожалуйста. Вот они лежат. И где-то давайте у вас будет работа. Вот она лежит. Поблагодарим Бога. Ангелы, Господи, благодать мне, чистая неба радуйся, и пахи реку радуйся, твой сын воскресе, ты днем над гробом. И медведь, воздвигнуй, люди, веселитесь. Светися, святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе воссия. Ликуй, не не веселись, а сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстань и Рождества Твоего. Доктор Андреевич, прощи молитву, а ты напротив, стань ее и крупным планом всю молитву покажи. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распред беззакония, которые в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Ты поближе. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Алва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец Небесный, распусти нас с миром и устрои путь наш и жизнь по воле Твоей. Посети болящих, сирот, одиноких, покинутых. Утишь от отмятешной Украине. Научи нас во всем доверяться Тебе, искать исполнение воли Твоей, Святой. Благослови брата Акима, путешествующего. Правители нашей страны и других стран, наведи страх Твою на них, дабы знали, что над ними есть Ты, Царь царствующий, и Господь господствующий, патриарха, епископов и священников, истинных ревнителей в оставе, дабы истина Твоя воссияла над всем миром, и многие опознали путь спасения в Тебе и обрели жизнь вечную. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию.